Три дня активного голосования позади. Осталось самое важное – подвести итоги и определить победителей. Выборы в этом году прошли спокойно. Без происшествий явка составила более 33%. Это почти 323 тысячи избирателей. За работу участков следили общественные наблюдатели и готовили с июля. Впервые в истории региональных выборов количество общественных наблюдателей превысило количество партийных. В итоге мы обучили 2707 кандидатов в общественные наблюдатели. Но понятно, что никогда не бывает, чтобы все до одного вышли работать, потому что кто-то заболел, у кого какие-то обстоятельства семейные и так далее. Поэтому в итоге мы выдали направление для наблюдения 2542 наблюдателям. И вот они у нас в течение трех дней осуществляли общественное наблюдение. Наблюдатели давали обратную связь по работе избирательных участков по горячей линии или через мессенджеры. В основном сообщения содержали информацию о подготовке участка к открытию, уточняли данные о месте голосования граждан по адресам. О нарушениях сообщалось реже всего. Если сравнивать обращения граждан, которые жаловались на те или иные обстоятельства, то есть по сути дела жалобы на нарушения, таких жалоб, например, в том же 2021 году, я сейчас могу немножко не точно сказать, но более 60 было в дни голосования. Более 60. Сегодня, вернее, за эти три дня, 8, 9 и 10, мы получили всего 16 обращений. Вот вам разница. Причем из них точно 10 не подтвердилось. Вернее, скажу так, из них точно подтвердилось 2. Вот 10 не подтвердилось, 4 жалобы еще на рассмотрение. Среди подтвержденных жалоб нарушения на участке 39-39, где пришлось даже вызывать полицию. А рядом с участком 39-40 разместили агитацию на машине. По предварительным итогам более 49 голосов в кармане у «Единой России», второе место и более 15 голосов у КПРФ. На третьем месте ЛДПР с 13% голосов избирателей. Это не победа, это уровень доверия населения Ульяновской области кандидатам от партии «Единая Россия». Мы провели достаточно прозрачную, достаточно большую, емкую подготовительную работу в части предварительного голосования на платформе партии «Единая Россия». Вы наверняка знаете, как она проходила, и вы ее неоднократно опубликовали. Но я хочу сказать, что это уровень доверия достаточно высокий к партии. Окончательные итоги выборов будут известны в пятницу. После посчета голосов обязательно проводится проверка на соблюдение всех правил, и только после этого оглашаются окончательные результаты.